Еще не вся мебель заняла свои места в группах и спальнях. Окна в пыли, в коридорах пусто. Но яркий цвет стен игровых комнат говорит о том, что детям здесь будет весело и уютно. Об основных изменениях в детском саду в ходе капитального ремонта рассказал главный инженер субподрядной организации. Произведено утепление полов всего первого этажа, несущих конструкций внешних стен первого и второго этажа, то есть замены стеклопакеты, то есть общий, скажем так, температурный режим в садике, мы надеемся, будет значительно лучше, чем он был до этого. Практически полностью переоборудован бассейн, то есть произведен капитальный ремонт чаши бассейна, то есть отделка заменена вся, заменена сантехническое оборудование полностью. Естественно, по всему зданию заменены все электросети, все инженерные коммуникации. В группах вентиляция осталась естественная, то есть за счет вентоканалов. Новые вентиляции дооборудованы помещения кухни, помещения бассейна и эвакуационные выходы оборудованы установками дымоудаления. 44-й детский сад был построен 37 лет назад. С тех пор многое изменилось. Строители меняли планировку помещений, приводили их к действующим санпинам. Где-то дверные проемы расширяли, а окна, наоборот, делали меньше. Дверные проемы переносились в основном, потому что группы меняли свою конфигурацию. То есть планировка групп менялась. То есть, вот скажем, сейчас каждая кухня оборудована буфетной, то есть их не было. Капитальный ремонт в детском саду должны были завершить еще в августе прошлого года. Но возникшие проблемы на начальном этапе сдвинули график, который так и не удалось наверстать. Была такая подрядная организация «Русинвест», которая сюда вошла и своими, ну, не рациональными, не правильным подходом к ходу выполнения работы, она задержала буквально начало ремонта этого садика. Недобросовестного субподрядчика сменили на строительную компанию инженерной системы Сарова, которой сначала пришлось устранять недоделки за своим предшественником. Также в ходе ремонта возникли непредвиденные обстоятельства, которые требовали принятия отдельных решений. При капитальном ремонте не все сразу в проекте можно учесть. Поэтому, когда вышли на объект, пришлось что-то дорабатывать, что-то делать, что-то переделывать. Капитальному ремонту подверглась и территория вокруг садика. Специалисты перестроили веранды, сделали ветрозащитные стены и перестелили полы, установили новые мафы, обновили покрытие дорог и тротуаров. Главные входы и запасные выходы оборудовали камерами видеонаблюдения. По строительной части все сделано. Сейчас устраняются замечания, то есть какие-то непрокрасы, сколы. То, что нам заведующие детского сада и представители УКСа в список внесли замечания, то есть вот они сейчас устраняются. После устранения всех недочетов помещение детского сада нужно будет отмыть от пыли, расставить мебель, наладить кухонное и прачечное оборудование, подготовить для детей тематические зоны. Надо сделать все качественно, надо собрать, все почистить, помыть, отладить. И уж потом, то есть не надо спешить, такой вот необходимости экстренной нету. Ну, вернее, она есть необходимость, но надо сначала все отладить и все оборудовать, чтобы действительно не было там никаких проблем в тот момент, когда дети уже будут здесь. По словам заместителя главы администрации, на это понадобится примерно месяц. Конец февраля, начало марта – это новый срок, когда дети и воспитатели смогут вернуться в родные стены детского сада. Елена Грискова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24.